Здравствуйте! Я Елена Головина, экскурсовод Московского музея современного искусства. И мы с вами находимся в музее-мастерской Зураба Константиновича Церетели. Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Грузии. Его семья можно представить эмалерными гербами княжеского рода. Герб семьи отца Церетели, герб семьи его жены Инессы Александровны Андроникашвили и герб семьи матери художника Тамары Нижерадзе. Ее брат Георгий Нижерадзе был художником и повлиял на воспитание, творческое восприятие маленького Зураба, учил его живописи. Здесь, на Большой Грузинской, располагается музей-мастерская Зураба Церетели. Этот район тесно связан с исторической родиной самого художника. В XVIII веке сюда переехал грузинский царь Вахтанг VI Ливанович вместе со своей свитой и образовалась грузинская слобода. О тех временах нам напоминает рядом находящаяся церковь Святого Георгия и название улиц – Большая и Малая Грузинские. В самом музее-мастерской можно познакомиться с историей родины Зураба Церетели с Грузией. И перед нами представлено эмалевое панно. Эта работа называется «Праздник Тбилиси». Перед нами стилизованная карта города. Город, разделенный рекой Курой, и состоит из двух основных улиц – Давида Строителя и проспекта Руставели. О Грузии часто говорят, что Грузия смотрит лицом Европы в Азию, а Азии – в Европу. И на этой работе это очень здорово представлено. Современный европейский город и маленькие улочки и дома древнего города. Атмосферу, творческую атмосферу города подчеркивается музыкантами, артистами, ремесленниками, жителями древнего Тбилиси. Сам город расположен, обратите внимание на карту, карта представлена в виде золотого руна. Зураб Церетели очень часто в своих работах обращается к античным мифам. Когда-то древние греки ехали в далекую Калхиду за золотым руном. И золотой руну на этой работе не случайно представлено, потому что далекая Калхида – это как раз современная западная часть Грузии. Античная мифология – это один из источников для вдохновения творчества Зураба Церетели. И перед нами представлена скульптурная композиция одного из главных мифов древней Греции – мифов об аргонавтах. Скульптуры выполнены в стилистике, близкой одновременно античному искусству и примитивизму. Свободная расстановка фигур на разных по размеру и форме подиумах придает характер театральности всей композиции. Театральность свойственна сюжету этого мифа. Со времен Иврипида ставятся спектакли, пишутся картины и создаются скульптуры о знаменитой трагедии – любви и ревности, предательстве и коварстве, о Медее и Ясоне. Из Ураба Константиновича Церетели этот миф тоже вдохновляет на творчество. Название «город Тбилиси» переводится как «теплый» – Дбили по-грузински «теплый». И существует легенда, как образовался город Тбилиси. В далекие времена царь Вахтанг Гаргасали охотился со своими подданными в лесу. И однажды, подстрелив птицу, он отправил своего сокола поднять добычу. Свита вместе с царем пошла по лесу и увидела очень одно необычное место – источник, который был теплым. И на этом месте царь приказал основать город, теплый город – Тбилиси. В настоящее время одной из достопримечательностей города является район Бань. Когда-то и Александр Сергеевич Пушкин, путешествуя по Кавказу, посетил эту баню. И в своем произведении «Путешествие в Арзером» он писал, что ни в России, ни в Турции он не встречал лучших бань, чем в Грузии. Легенды, мифы древней Грузии и античного мира – это всегда путешествия людей, которые открывают новые страны и познают себя. Когда-то Пушкин путешествовал по Грузии, открыл для себя эту страну. И есть такое путешествие, которое изменило общее впечатление художника Зураба Церетели о творчестве и об искусстве. Это путешествие он совершил в 1964 году во Францию, в город Париж. Мы с вами находимся в парижском зале экспозиции. Знакомство с современным западным искусством Зураб Церетели получил во время поездки во Францию в 1964 году. Во время этой поездки художник посещал курсы по развитию художественной фантазии. Это дало мощный импульс для дальнейших поисков в искусстве, для творческого пути осмысления и переработки направлений, методов, подходов, что в итоге сложилось в создании своей собственной живописной системы. Скульптура, представленная в этом зале, – это образы и персонажи, связанные со Францией и ее искусством. Во всем мире слово «мушкетеры» ассоциируется с французским романом Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». И перед нами памятник, модель памятника «Мушкетеры», который изготовил Зураб Церетели. Во все времена, во всех странах искусство было и есть непревзойденным по эффективности средством общения, обмена мнениями. Также оно порождает внутренний глубокий диалог культур. И здесь на наших глазах как раз происходит соединение французской культуры и нашей российской. Благодаря творчеству Зураба Церетели. Часто в работах Зураба Церетели можно увидеть цветы, простые цветы, собранные в букеты, стоящие в вазах. Эти цветы украшают работы, эти цветы могут являться посвящением, цветы – дар, подарок. Цветы – это еще символ памяти, памяти об ушедших родных и близких, о своем далеком детстве. И в этом зале представлены работы из серии «Я садовником родился», как дань памяти о своем детстве и о детской игре. «Я садовником родился, не на шутку рассердился». Когда-то давно, в детстве, маленького Зураба бабушка водила в кино на черно-белые фильмы, где главным героем был Чарли Чаплин. Графические листы, скульптурная модель памятника, живописное полотно передают нам образ любимого актера Чарли Чаплина. Графические листы, выполненные в технике шелкографии, напоминают кадры черно-белого кино. И мы видим одного того же любимого персонажа, но каждый раз композиция поражает своей фантазией, оригинальностью и пластичностью. Таким образом, художник передает нам свое чувство и любовь к этому великому актеру. Чарли Чаплин являлся и режиссером, и актером своих фильмов, был таким очень универсальным человеком, каким и является Церетели. Глядя на эти работы в различных техниках, мы видим, насколько Церетели по-разному работают в различных техниках. Еще один образ любимого Чарли Чаплина – объемная эмаль. Эта техника Зураба Церетели работает уже с 2005 года. Рельефные работы выполнены на меди, выколочены с оборота и покрыты эмалью. Еще один эксперимент Зураба Церетели – это соединение живописи и цифровой печати. В этом направлении художник работает с 2011 года. И в этом зале представлена серия работ, которая называется «Грожане». Перед нами работа из этой серии, которая называется «Обрыбился». Обратите внимание на фигуру рыбака и фигурки рыб. Эти фигурки как бы из холста выпирают на нас, объем появляется. И объем создается именно цифровой печатью. Художник добавляет живописи, закрашивая фон, и добавляет живописи в изображение самого человека. А в следующей работе, которая называется «Сон Пипико», мы видим ту же самую живопись и цифровую печать, но уже художник решает по-другому. Сам фон остается цифровой печати, а цветом только изображаются сами фигуры. «Сон Пипико», девушке снится бог виноделия, который зовут Агуна в греческой мифологии, этот бог Дионис, который молится о даровании большого урожая. После окончания Академии художеств он участвовал в экспедиции от научно-исследовательского института археологии, истории и этнографии при Академии наук, делал очень много зарисовок. И вот память о тех людях, обычаях, традициях, городах, предметах быта – это все осталось его памяти, и в серии «Горожане» художник это воплотил. В своих работах художник часто экспериментирует объемом и зрительским восприятием человека. На примере этой работы очень хорошо видно, как послойно художник кладет краску и переводит работу из двухмерного в трехмерное пространство. На картине работы превращается в рельефное изображение, что подчеркивает глубину произведения и создает ощущение его материальности. Главная же отличительная черта его живописи – цвет, которому подчинено все в работах Зураба Церетели. Все свои эксперименты художник проводит в мастерской, в так называемой творческой лаборатории. И как она устроена, можно увидеть вот на этой работе. Мы видим много развешенных по стенам картин. Также эти картины стоят редком на полу. Сколько картин – сам художник даже не знает их общее количество. Мастерская – особое место художника. Заглянув в мастерскую, можно заглянуть как бы в его душу. У Зураба Церетели мастерские не только в Москве и в Тбилиси. Они есть в Соединенных Штатах Америки, в Испании, во Франции. И, как говорит сам художник, в каждой стране пишется по-разному. Внутри мастерской рождаются не только картины, но и будущие скульптуры, которые мы можем увидеть с вами в парке скульптур на улице. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я рада приветствовать вас в музее-мастерской. Здесь мы с вами находимся в парке скульптур музея-мастерской Зураба Церетели. Здесь представлено большое разнообразие скульптур. Больших и малых форм, эмали, барельефы, горельефы, мозаики, витражи. И, конечно же, большое разнообразие тем. Многие работы Зураба Церетели можно найти в Москве. Здесь у нас представлены копии. К примеру, уменьшенная копия древа сказок, который установлен в 1996 году в московском зоопарке. Здесь, на большом раскидистом думе, можно найти обычных животных, которые соседствуют вместе с героями сказок. Здесь можно найти и царевную лягушку, и 33 богатырей, и кота-ученого, который ходит по цепям, и лешего, и кощея. В общем-то, всех наших известных героев сказок здесь можем найти. Зураба Церетели оформил также и новую часть московского зоопарка. Для этого он выбрал изображение животных. Здесь мы как раз с вами можем увидеть эти работы, выполненные из мозаики. Для них он использовал рисунки детей. Отсюда яркие цвета, упрощенные формы, вот эта детская непосредственность. Собственно, благодаря мозаике Зураба Церетели получил широкую известность. Собственно, в 1970-е годы Зураба Церетели предложили оформить здание посольства Советского Союза в разных странах. Перед нами работа, эмалевое панно, салют на Красной площади. Это один из вариантов того, что сегодня украшает здание посольства в Бразилии. Тема русских городов использовалась в Зурабе Церетели и при оформлении станции московского метро Трубная. Там можно найти эмалевое панно с видами стен Кремля, а также витражи с изображениями древнерусских городов. Кижи, Боголюбова, Владимир. В парке скульптур можно найти не только осуществленные проекты, но и те работы, задумки, которые нигде не представлены. Как, например, машина любви. Фантазийная машина, которую Зураб Церетели создал по мотивам фильма 1973 года, снятого режиссером Шангилаем «Чудаки». Два чудака, влюбленный молодой Эртаос и уже преклонных лет Христофор придумали такую необычную машину, которая поднимается вверх на силе любви, счастья, радости, в общем-то, всех самых положительных эмоций. И эта работа как раз нам показывает великую силу счастья, радости. Поэтому здесь, посмотрите, все герои танцуют, веселятся, в общем-то, радуются жизни, влюблены в нее. В музее-мастерской можно найти много таких работ, ярких, жизнерадостных, необычных, которые раскрывают многогранную личность художника, влюбленного в эту жизнь.